Молодой мамы, вас уже пустали, Даня уже ее съела. Даня, где Касперок? Всем привет! У нас наступил новый день, и сегодня, да, вернулся наконец-то из командировки, со сборов, на самом деле, не командировки, а со сборов. Вернулся всего на пару дней, поэтому на пару дней, говорю, он сегодня вернулся, у него завтра один выходной, и потом он обратно возвращается в Гюмри, потому что следующая игра будет опять в Гюмри. В общем, мы выехали в центр, сейчас погуляем чуть-чуть, хотя бы проведем время вместе, потому что видимся мы редко в последнее время. Вот, сейчас он отошел, мы сидим в машине, его ждем, и потом будем гулять по центру. Даня, соскучился по папе тоже, да? Вот он так удобненько сидит. Даня, ты чего? Он так не любит автокресло, на самом деле, но сегодня прям терпит. Кстати, хотела сказать всем спасибо за добрые слова под последним видео. Я, на самом деле, это все говорила не для того, чтобы вызвать какую-то, не дай бог, там, жалость или что-то в этом роде, просто сказала, просто к хейтерам своим обратилась. Я не делю на национальности, на самом деле, этих людей, потому что многие из тех, кто пишет, вот такие гадости. Ники у них с русскими именами, так что непонятно, кто там за ними стоит. В целом, не важно, какая у людей национальность, важно, что сами люди такие, да? То есть я постараюсь как-то вот так вот к этому относиться философски. Но в любом случае, большое всем спасибо за добрые слова. Да, Даня? И все, спасибо. Так, мы с Даней идем сейчас в один магазин. Нам надо купить подарок кое-кому. Очень зашифрованное все сказала. Кстати, Дав, привет. Среди моих подписчиков есть подгонники твоего творчества. Дав, у меня к тебе пару вопросов по поводу вашей последней игры. Как ты оцениваешь игру вашей команды и вообще игру в целом? Отлично. Все пились до конца. И прошли следующий раунд, что самое главное. Для тех, кто не в курсе, Арарат играл с венгерской командой. Как она называется? Я не могу это выговорить. Так, а следующая игра у вас будет 22-го, да? Для всех, кто интересуется 22-го, будем болеть опять за Арарат. Молодец, да, ты очень хорошо сыграл. В комментарии даже кто-то написал, что ты хорошо играл. Все хорошо играли. Все хорошо играли, конечно, это команда. Итак, прямо в начале проспекта Баграмяна у нас есть вот такой магазин. Магазин мужской одежды. Называется Man in Town. Дав снимался для рекламной кампании этого магазина. Я сейчас ставлю пару ворочек. В общем, мы идем туда. Ты просто как Егор Крид. Смотри на меня. Да в тебе все идет. На лицо все к лицу. С этой майкой прям. Да, это Давид. Ты в курсе? Давид это Давид. Так, мы решили перекусить и пришли в это место на улице Туманьяна. Находится, называется Пастрами. Если по-армянски, бастурма. Тут очень мясная такая тема. Сейчас вам покажем, что тут есть. Да, не засну. Так, я не знаю, что здесь. В общем, в этом пастраме их фишка в том, что у них очень вкусные такие бутерброды, я не знаю, сэндвичи с мясом, оно какое-то, ну, оно пастрам, я не знаю, так им способом замариновано, приготовлено, в общем, очень вкусно, у них и бургеры, и все, в среднем, там меню просто было на армянском, поэтому я не сняла, в среднем одна единица чего-то стоит от 2 до 3 тысяч граммов, и вот так, как-то имейте в виду, но там есть какой-то комплексный обед в обеденное время, только с 12 до 3, стоит 1 900, там что-то бургер, салат и напиток, по-моему, так что имейте в виду, очень хорошее место, там вкусно, находится на Туманяно, 45 Туманяно. Так, ребята, мы сейчас находимся на Северном проспекте, и тут офис Билайна, как вы знаете, да, у нас суперзвезда, и недавно он участвовал в съемке для Билайна, и вот так вот мы идем, вот на Северном проспекте, а кто это тут у нас? А кто это тут у нас? А кто это тут у нас? Это Даф, это Даф. Я просто не могу не сняться для этого. Это он маме показывает. Извините, а можно у вас взять автограф? Можно автограф? Да, нет, это твой папа там, смотри. Даф, как тебе фотка, удачная? Да, да, татуировка видно. Да, татуировка видно, тут отражается не очень видно. Ку-ку! Для тех, кто скучает по Северному проспекту, вот вам такая мини-прогулка. Значительно стало больше туристов. Как видно, много людей, не только армян, но и много армян и из-за границы. В общем, сегодня пятница, в принципе, может, поэтому так много людей. Хотя, в принципе, тут всегда много людей. Самых главных людей. Дани! Дани свои колясочки. Даф, каково это быть звездой? Кто звездой? Звезда Билайна. Звезда рекламы Билайна, ладно. Быть звездой рекламы Билайна. Каково? Ничего не изменилось в моей жизни. Вот как правильно знает свои ценности жизненные, знает. Итак, мы уже дома. Я уложила Дани спать. Даф тоже уже не дома. Он пошел развлекаться, гулять. Я развлекаюсь, как обычно, на кухне, как я еще развлекаться могу. Я помыла посуду. И хочу в очередной раз возмутиться. Вот я не понимаю таких вещей. Я начала Дане давать недавно творожок. Я прочитала, что обычный творог детям нельзя. Там эти лактобактерии какие-то более агрессивные, что ли. В общем, им нужно давать именно творог, на котором написано детский. Это важно. И купила ему вот такой творог Агуша. Он груша-банан. Детский творог написан, да? И на нем написано большими буквами без добавления сахара. В общем, я ему давала пару раз. Уже все нормально. И зашла недавно в магазин. И увидела такой же творог. Только был он не с грушей и бананом, а с яблоком и бананом. Яблокой. Яблоком. Яблоком и бананом. В общем, я его купила, не глядя, просто взяла, пришла домой и начала Дане давать этот творог. И, естественно, я тоже попробовала его сначала. И мне показалось странно, что он настолько сладкий. Думаю, ну как бы, я не знаю, это яблоко такое сладкое или что. В итоге начала читать состав. И там просто на втором месте сахар. На нем не было пометки без сахара. Но я подумала, что как бы если разница только в груши, то есть я не обратила внимания, что этого не написано. И у меня вопрос. Вот даже на нем написано с шести месяцев. Зачем ребенку с шести месяцев сахар в составе творога? Я не могу этого понять. Зачем они это делают? То есть, наверное, есть родители, которым все равно. Хотя сахар противопоказан детям до года, по-моему. И тем более, тут есть банан. Он не так сладкий. То есть, это делается не для вкуса, а для чего. Не знаю, может, имеется в виду, если давать этот творог детям постарше. И то, как бы, вот этот без добавления сахара, он сладкий. Ну, сладковатый, нормальный. В общем, будьте внимательны. Если даете что-то детям, обязательно надо проверять состав всего. Прямо, я не знаю, так странно. Даже вот я иду, иной раз хочу купить Дане какой-то сок, например. Если я сама не могу его сделать. Ну, купить там, не знаю, грушевый какой-нибудь или что-то. Надо везде обязательно проверять. Потому что в большинстве вот таких продуктов добавляется сахар. Спрашивается, зачем? И почему этот продукт все равно считается детским? То есть, я не понимаю. В общем, я прям возмущена. Ну, просто не тарелки, а прелесть. Я не могу. Посмотрите, в них все смотрится аппетитно. Даже какой-то арбуз. Хотя арбуз, правда, не очень. Не тарелки, а просто чудо какое-то. Не могу нарадоваться. Я, кстати, хотела рассказать, что, не знаю почему, мне YouTube порекомендовал, один раз всего лишь порекомендовал это видео, где представлены были, как это сказать, портреты российских всяких. По-моему, там были только царицы российские. И они были оживлены с помощью, как это, нейросетей, искусственного интеллекта, как-то так. Я не знаю, смогу я вставить кусочек или нет видео. Если смогу, я вставлю обязательно. И, в общем, я подсела на эти видео. Ну, теперь YouTube мне их постоянно рекомендует, потому что я их постоянно смотрю. И там всякие разные там... То есть, сначала из портрета рисуется реалистичный портрет, именно тоже такой статичный. А потом этот статичный портрет как бы оживляется. И мы можем увидеть, как человек реально выглядел. Потому что портреты, они как бы не всегда правдоподобные, да? И там, в общем, я не знаю. Это как... Я просто подсела на это. Я просто постоянно смотрю теперь, постоянно мне он рекомендует. То там они оживляют какие-то сослепков этих черепов, древних всяких людей. Они с этого сначала рисуют как бы портрет вот именно этого человека. Потом они его как бы оживляют. И вот, с одной стороны, вроде бы ничего такого нету. А с другой стороны, это такие технологии. То есть, я не знаю. Я помню, даже мне как-то видео в Инстаграме порекомендовалось, где там был какой-то очень старенький прям дедушка, американец, по-моему. То есть, не наш дедушка какой-то. И его внуки ему вот подарили, если можно так сказать, такое видео, где они оживили портрет его жены, которой уже нету. И вот она там, ну там, как бы оживляется. Там просто человек как бы моргает и смотрит по сторонам. Я не знаю, как это объяснить. Может, вы видели. И этот дедушка сидит, прямо платит. Он говорит, да, да, это моя жена. Как будто я снова с ней повстречался. В общем, мне кажется, такая классная технология. Я не знаю, насколько она полезна в плане глобальном. Но в плане таких мелочей, это прям так, не знаю, это просто интересно. И я вот постоянно сижу, теперь эти видео смотрю. У меня там уже, сегодня уже рекомендация пришла какая-то абсурдная. Это что-то типа ожившие персонажи из трёх мушкетёров, что-то типа. То есть они, видимо, по описаниям сначала нарисовали портрет. По описаниям именно произведения имеется в виду, не фильма, естественно. А потом его оживили. В общем, я его пока ещё не посмотрела, но сейчас пойду смотреть. Я не знаю, это как бы вроде бы глупо, конечно, но прям... Хотя ничего не глупо, не знаю. Мне так понравилось, вот меня и зацепило, что именно вот эти вот царицы все, как они выглядели. И там один комментарий такой был интересный, написан, что такое ощущение, как будто они просто ожили буквально на несколько секунд и с интересом заглянули в наше время. И реально так и есть. То есть там сам вот паттерн поведения вот этого портрета человека, он такой, что как будто человек так с интересом разглядывает там что-то, вот там посмотрит в эту сторону, в ту сторону. И правда ощущение, как будто они из экрана выглядывают, смотрят на наше время с интересом, типа, что тут новенького у нас. В общем, поищите, посмотрите. Я не знаю, мне очень как-то запало это все в душу. Смотрю. В общем, да. Провожу свободное время. Очень интересно и очень продуктивно. Ладно, я шучу. Свободного времени у меня мало, но это будет мой guilty pleasure, как говорится. Мой, как это, как это перевести. В общем, наслаждаюсь этим немножечко. Ну, все, в принципе, я пойду сейчас поедать этот арбуз, который я только что вам показала, и буду смотреть видео, о котором я вам только что рассказала. И буквально уже минут через 20 я планирую отправиться спать, потому что Даня в последнее время стала мне спать по ночам, и мне нельзя терять ни минуты. И все. На этом закончу это видео. Спасибо всем, кто посмотрел. Спасибо всем за лайки, за комментарии, за подписки. И всем до завтра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok